В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Откровенный диалог. Глава Самары ответил на актуальные вопросы горожан. Поставили жучки. Ворованное черное золото на чистую воду выведут самарские ученые. Берут добро. В Самаре на взятки попались высокопоставленные таможенники. Художник должен быть свободным. В Самару привезли нашумевшую выставку нонконформистов. Интересно и совершенно бесплатно. Мы расскажем, как с пользой провести выходные. Самарская область может стать одним из лидеров в России по добыче нефти. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на рабочей встрече с гендиректором АО «Самарынефтегаз» Ганей Гилаевым. Несмотря на резкое падение цен на углеводороды, налоговые отчисления в региональный бюджет выросли почти на 40%. Рост добычи связан с тесным взаимодействием нефтяной компании и областного правительства. Быстрее стали решаться вопросы по передаче в аренду земельных участков для бурения и созданию необходимой инфраструктуры. Сейчас перед нами стоит задача максимально упростить все процедуры, чтобы не тормозить реализацию важных для региона проектов, отметил губернатор. Николай Меркушкин и Ганя Гилаев обсудили также социальные программы «Самарынефтегаза». Речь шла о строительстве новых спортивных объектов, детских садов и артезианских скважин в отрадом для обеспечения города чистой водой. Нефть с автографом. Ученые Самарского университета нашли способ, как подписать черное золото. На Западе такие технологии активно используют нефтедобытчики. А в России система маркеров только появилась. Об изобретении, которое поможет разоблачить нефтяных воров, репортаж Виктории Шарой. У российской нефти появится своя ДНК, по которой ее можно будет отличить от любой другой. Так называемые маркеры – это специальные вещества. Они помогают самарским ученым подписать нефть. Маркеры химически нейтральны, вводятся в небольших количествах, не влияют на свойства нефти, но делают ее особенной. У меня в руках две колбы с нефтью. Одна из них отмечена маркером. Отличить на взгляд, где находится маркер, а где он отсутствует, просто невозможно. Новые технологии не оторваны от жизни изобретений ученых. Маркеры необходимы нефтедобытчикам. Технология поможет бороться с воровством черного золота. Если где-то между произошла врезка, и кто-то захочет узнать, действительно ли это та самая нефть едет в цистерне или что, то можно химически проанализировать и доказать, что вот это нефть из данного трубопровода. Выявить наличие меток в нефти ученым помогают компьютеры. Как только они их встречают, на экране появляется вот такой пик. Разным нефтедобытчикам в университете готовы предложить разные маркеры. Наши маркеры, это тоже наше нау-хау, они очень трудны будут для того, чтобы можно было бы их повторить кому-то, чтобы тем самым хищение свое, так сказать, оправдать. За рубежом маркеры уже активно используются. Амарский университет стал первым, кто изобрел нефтяные метки в России. Патент уже оформлен. Виктория Шара и Станислав Левин. События. Тема дорожного ремонта стала одной из основных во время прямого эфира с участием главы Самары. Задать вопросы Олегу Фурсову могли все горожане. Больше всего нареканий у жителей вызывают улицы, которые не ремонтировались более 12 лет. Это максимальный срок, в течение которого может продержаться асфальт. Глава Самары рассказал, что только в этом году больше миллиарда рублей потратят на ремонт муниципальных дорог. А вместе с областными магистралями инвестиции на дорожные строительства в Самаре составят 8 миллиардов. Причем начать работы планируют раньше обычного, уже в конце апреля – начале мая. Сейчас ямы начали засыпать сухим асфальтом. Это единственная технология аварийного ремонта, возможная при такой погоде. Тщательно проинспектировали и дороги, которые были восстановлены в предыдущие 5 лет. Если асфальт не пережил гарантийного срока, все недостатки подрядчикам придется устранить за свой счет. Как обыкновенный автолюбитель, так же, как и большинство наших граждан, я тоже испытываю определенное неудобство от состояния дорог. Но поверьте, власть делает все для того, чтобы эти дороги приведены были в нормативное состояние. За два года мы должны отремонтировать капитально 60 дорог. Это очень серьезный ремонт от фасада до фасада. И под эту задачу необходимые средства выделяются. Мы с этим справимся. Самарцев волнует и вопрос, что будет с созданием школы на улице Калинической, где располагалась Академия государственного и муниципального управления. Его планируют вернуть детям. Здесь вновь откроют школу. С ростом рождаемости вопрос нехватки учебных мест как никогда актуален. Если проблему с очередями в детсады для малышей от трех лет в Самаре уже решили, то над школьной темой еще предстоит поработать. Президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2025 году дети учились только в одну смену. Возврат зданий, ранее принадлежавших общеобразовательным школам, один из наших приоритетов. Поэтому в этом году мы изучим повнимательнее, что из себя представляет это здание, насколько оно требует капитального ремонта. После этого будут определены суммы для того, чтобы школу привести в нормальный учебный вид. Специальный репортаж о темах, которые волновали горожан, смотрите на нашем телеканале в субботу в 10 и 16 часов, а в воскресенье в 17.20. Злободневный для Самары вопрос «Ремонт дорог» поднимался и во время встречи Олега Фурсова с почетными гражданами Самары. Формат традиционный, но оттого не менее актуальный. Марьяна Мирная прислушалась к диалогу. Разговор о самом важном. Глава Олег Фурсов и почетные граждане Самары вместе обсуждают судьбу города. Эти люди много сделали для родной Самары, имеют бесценный опыт в совершенно разных сферах жизни. Получить дельные советы от таких людей, как почетные граждане, Олег Фурсов считает и своей обязанностью, и своим везением. Хотелось бы выслушать вашего совета, может где-то скорректировать то, что делаем мы. Но в любом случае общение с вами всегда очень полезно, для нас очень важно, потому что вы имеете огромный опыт, управленческий опыт, жизненный опыт. И власть очень внимательно прислушивается к вам. Ваше мнение будет для меня, как для главы города, крайне важно. Олег Фурсов дает краткий, но емкий отчет перед почетными гражданами о проделанной за год работе. Говорит не только об успехах, но и рассказывает о задачах на ближайшее будущее. Разговор заходит о дорогах. В этом году Самару ожидает масштабный комплексный ремонт городских магистралей. На тех улицах, которые он не затронет, асфальтовое покрытие все равно будут восстанавливать картами. Проблемные точки могут подсказать районные депутаты. Депутат в состоянии за один вечер пройти весь свой округ. Практически. То есть никаких проблем. Поэтому депутаты имеют такую возможность раз в неделю собираться в районной администрации, где собирает глава администрации, приглашая все управляющие компании, приглашается замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству. И разбираются вопросы. Где же есть сосульки, где сугробы, где что убрать. И мне очень нравится идея, что мы должны все-таки оценить состояние дорожного покрытия и дать небольшие вот эти вот предложения. Вы совершенно правы, все это решалось на уровне города. Вот нам казалось, что нужно здесь, здесь, здесь. Вставлялся план, утверждался. Давайте вот мы пойдем от требований районов, от требований жителей районов. Я думаю, что это нормально. Хорошее предложение. Сейчас в городе проектируют архитектурные группы на въездах в город. Уже создано несколько вариантов. Это стеллы и ландшафтные композиции. Но ни один проект пока не утвержден. Глава Самары Олег Фурсов советуется с почетными гражданами города. Обсуждая варианты, участники встречи предлагают привлечь к разработке студентов. Они будут стремиться делать что-нибудь для своего города. Вот это будет называться кратким словом патриотизм. Он сделал для своего города. Почетные граждане с особым вниманием относятся к происходящему в городе. И тем более к работе главы. Я был в составе комиссии, которая избирала мэра. Поэтому я принял решение и голосовал за его кандидатуру. Поэтому я ответственен за его работу. Я слежу за его работой всегда внимательно. И мне кажется, на сегодняшний день мои надежды и то, что мой голос был за него, это оправдывает. Потому что я вижу реальные изменения, которые происходят в городе. В завершении встречи фотография на память. Новое удостоверение почетных граждан Самары с подписью главы. А также совместные планы работы и договоренность встречаться регулярно. Марьяна Мирная, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События. Что о Второй мировой знают современные школьники. Участники патриотических чтений. Они уже второй год подряд проходят в Самаре. В этом смысле дадут фору сверстникам. Как настоящие историки, они изучали архивные документы, чтобы события тех страшных лет не были забыты. В Самарской городской думе сегодня наградили победителей. О том, как жили в блокадном Ленинграде ученицы 8 класса Арина Праслова, знает почти так же, как и очевидцы событий. Участие в патриотических чтениях – трудоемкая работа. Сотни страниц исторических материалов, книги и фильмы для анализа. В 15 лет не каждый понимает, как сложно и страшно было во время Великой Отечественной. Не потерять себе человека, я считаю. Потому что, ну тогда бы, я считаю, мы, возможно, проиграли бы. Во вторых патриотических чтениях имени маршала Василевского приняли участие 65 школьников. Секции самые разные. Во славу земли русской, они сражались за родину, время выбрало нас. В каждой детской работе хорошо видны сопереживания и гордость за своих земляков. Герой России Игорь Станкевич о войне знает не понаслышке и ясно видит, что школьники искренне отнеслись к темам. Эта война – это тяжелейшее несчастье и для одной стороны, и для второй. Особенно для мирного населения. И рассказывать об этом с каким-то пафосом или еще с чем-то очень нехорошо, на мой взгляд. Прежде всего мы должны хорошо изучать историю. Не нужно читать какие-либо комментарии. Нужно в историю углубиться и читать то, что действительно было там. Нужно слушать героев, а они у нас сегодня есть. Патриотические чтения, как и само патриотическое воспитание в самарских школах продолжатся. А пока победители этого года получили свои награды и ценные подарки от городской Самарской думы. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве 12 и 13 февраля отменяется часть рейсов. Речь идет о Буфе и Новосибирске. Кроме этого, изменится время вылета в 17 зарубежных и российских городов, в их числе и Самара. Так что авиапассажирам, прежде чем отправиться в аэропорт, лучше поинтересоваться данными онлайн-табло. В Самаре продолжает снижаться средняя цена на вторичное жилье. За месяц она упала на 420 рублей. За год этот показатель уменьшился на более чем 2500 рублей. Самые дорогие квартиры традиционно в Старом Центре – в Самарском и Ленинском районах. В аутсайдерах – окраина, Красноглинский и Куйбышевский районы. Запасы лет на 10 вперед. Три тонны алкоголя в своем гараже, расположенном в советском районе Самары, хранил 49-летний мужчина. И, как выяснилось, не только хранил, но и продавал всем желающим. Ассортимент широкий – водка, коньяк и другие напитки. О незаконной торговле алкоголем полицейским сообщили бдительные соседи. Документов, подтверждающих качество алкоголя, у мужчины не оказалось, как и разрешение на торговлю. В Самаре машина скорой помощи врезалась в три автомобиля. По информации ГИБДД, 60-летний водитель скорой выезжал на улицу Шверника без включенных проблесковых маячков и, нарушив правила очередности проезда, врезался в иномарку. Несмотря на это, он продолжил движение и снова столкнулся с двумя машинами, припаркованными на обочине. Есть пострадавшие. Две пассажирки скорой помощи получили травмы и были госпитализированы. Если вы еще не знаете, чем занять себя на выходных, у вас есть хорошая возможность посетить зимний фестиваль «Архгастроли». Он пройдет 13 и 14 февраля в одном из скверов на площади Куйбышева. Участникам фестиваля предложат создать арт-объекты снега и льда, которые станут декорациями для финального праздника и перформанса театра «Пластилиновый дождь». Объекты должны отражать тему гастролей, быть связанными с театром, цирком или другим видом зрелищных искусств, призывать зрителей к взаимодействию или игре. Берут добро. Два высокопоставленных самарских таможника попались на мздоимстве. Привожским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей начальника самарской таможни по тыловому обеспечению. Дмитрия Игонина и Андрея Левкина подозревают в получении взятки почти в 200 тысяч рублей. Именно эту сумму, по данным следствия, им заплатил предприниматель. Взамен ему пообещали содействие в приеме и подписании документов, подтверждающих исполнение госконтракта на оказание услуг на сумму около 2 миллионов рублей. Мужчин задержали с поличным сразу после получения денег. Печально закончилась и попытка обворовать офис турагентства, которую предприняла его же сотрудница. Преступление было совершено в лучших традициях фильмов про Бондиану. 29-летняя самарчанка устроилась в фирму по поддельному паспорту. Сделала дубликат ключа и под покровом ночи проникла в помещение, откуда вынесла практически всю мебель и оргтехнику. Стоимость похищенного составила 100 тысяч рублей. Но девушка не учла все происходящее. Снимала камера видеонаблюдения. Портрет подозреваемой тут же разошелся по всему городу. Задержали девушку в метро. При себе у нее был похищенный ноутбук и несколько поддельных паспортов. По словам подозреваемой, с начальником турагентства у нее были личные счеты. А вот полицейские не исключают, что у задержанной богатое уголовное прошлое. В настоящее время следствием устанавливается, куда реализована часть имущества. Некоторая часть имущества была изъята в ходе обыска по месту жительства данной гражданки. У следствия есть основания полагать, что она может быть причастна к ряду преступлений, совершенных на территории Самарской области. Интересно, как на аппетитах нечистых на руку граждан отразятся валютные скачки. Рубль в эту пятницу вплотную подошел к верхним психологическим отметкам. Экономический обозреватель Андрей Трой догадывается, почему. Здравствуйте. Стоило главе Центробанка Эльвире Набиулиной заикнуться о чрезмерной зависимости российской экономики от нефти, как рубль тут же провалился. В ходе биржевых торгов цена за доллар превышала 80 рублей, а евро поднимался выше 90. На выходные Центробанк установил курс доллара США на отметке 79 рублей 49 копеек, курс евро 89 рублей 84 копейки. Золото стоит 3111 рублей за грамм, серебро стоит 38 рублей 46 копеек за грамм. Нефть немного отыграла затяжное снижение и сегодня баррель сорта Brent стоит 31 доллар 38 центов. 1 июля страховщики проведут полную замену бланков полисов ОСАГО. Делается это для того, чтобы вывести из оборота поддельные полисы. А на сегодня это все. Хороших выходных. Юные самарцы прославляют город на спортивном поприще. 14-летняя пловчиха Анастасия Викулова награждена нагрудным знаком «Горячее сердце» в номинации «Преодоление жизненных трудностей». Девочка почти не видит. Спортсменку поздравил глава города Олег Фурсов, а заодно проверил, в каких условиях тренируются будущие чемпионы. Марина Матвейшина увидела. Все в порядке. Когда цель почти не видна, но это не мешает ее достигнуть. Звезда самарского спорта Анастасия Викулова принимает поздравления от главы города Олега Фурсова. Девочка почти не видит, но уже в который раз привозит в соревновании по плаванию сразу несколько медалей. В этом году спортсменка получила нагрудный знак «Горячее сердце». Кроме спорта Настя увлекается музыкой и старается преуспеть в учебе. Хорошистка. В принципе, за программой успеваю. Но плаваю все равно лучше. Полина Гудкович в свои 13 лет убеждена – красота в женщинах всегда соседствует с умом. Чемпионка Самарской области по шахматам может в три хода утереть нос любому мальчишке. Шахт и мат. Половину партии отыграл нормально, а дальше, если у тебя уже внимание пропадает, то можно без проблем зимнуть и проиграть. Расслабляться можно только после того, как соперник пожал тебе руку и выключил часы, что означает сдачу партии. Шахматные клубы, секции по плаванию, единоборствам и другим видам спорта. Глава города Олег Фурсов осматривает детские физкультурные центры. Насколько они оснащены и востребованы, и что еще нужно сделать, чтобы развивать спорт. У нас, конечно, большая сейчас проблема, как ребят вовлечь в какую-то позитивную позицию, чтобы были примеры, чтобы они могли развиваться, стремились к чему-то неплохо в компьютере, в интернете, в блогах, но реально чего-то достигали. Сейчас городские власти уделяют большое внимание развитию спорта, чтобы дети могли полюбить физкультуру с самых малых лет. Во дворах восстанавливают спортивные площадки, зимой заливают катки, увеличивают количество спортивных секций в центрах дополнительного образования. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Спортивную тему продолжит Сергей Кизоркин в своем традиционном обзоре. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Лыжня России 2016 стартует в Самаре в День влюбленных. Нормативы готовы в помощь лыжному марш-броску Сызринь-Самара. Участники лыжного перехода Сызринь-Самара готовятся к экспедиции уже целый месяц. В три этапа сдали нормы ГТО. Плавание, лыжи, метание гранаты, отжимание, пресс, упражнения на гибкость, рывок гири, подтягивания. В результате получили золотые значки и допуск от медкомиссии. В последние 10 дней до старта он намечен на 19 февраля. Команда пройдет инструктаж по выживанию в экстремальных условиях у спасателей. Финиш намечен в Самаре в День защитника Отечества. Непонятно, что будет с погодой. По крайней мере, за две недели гидромедцентр показывает именно в 20, 21, 22, 23. Понижение температуры до 25, поэтому пока непонятно. Но снаряжение у нас готово. Мы сейчас зарабатываем навигацию. Испытать себя еще раз участники марш-броска Сызрань-Самара смогут в День Святого Валентина. В воскресенье 14 февраля в областной столице пройдет традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В это же время стартует еще 72 региона страны. В Самаре забег состоится в спортивном центре «Чайка» на Управленческом. С любителями на старт выйдут и профессионалы, а также ветераны спорта. Кроме медалей, среди всех участников организаторы разыграют специальный приз. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Остановили, достали протокол, а там Валентинка. С предстоящим днем всех влюбленных самарских водителей поздравили инспекторы ДПС и школьники. Только за январь по вине нерадивых автолюбителей участниками аварии в Самаре стали 11 подростков. Чтобы привлечь внимание водителей к этой проблеме, своими руками ребята сделали светоотражающие валентинки и открытки с обращением к водителям, чтобы те соблюдали правила дорожного движения. Было очень неожиданно, приятно. Хороший начало дня. Будем соблюдать ПДД. Уважаемые участники дорожного движения, будьте, пожалуйста, всегда взаимовежливы, уважайте всех участников дорожного движения и соблюдайте всегда ПДД. Если соблюдать правила дорожного движения, то и ангелам-хранителям будет жить проще. При желании таких покровителей в подарок близким вполне можно сделать своими руками. Мастер-класс от самарской рукодельницы Валентины Семерзоровой получила Виктория Шарая. Казалось бы, все просто, если вы, конечно, знаете, как управляться связальным крючком. Вяжется болванка, будущее тело ангела, набивается синтепоном, потом пришиваются руки, отдельно делаются крылышки. А чтобы голову венчали буйные кудряшки, Валентина вяжет лоскуток, затем его распускает, чтобы пряжа кудрявилась. И вуаля, ангел готов. Но вот что удивительно. Я-то, может быть, этого даже не очень замечаю. Все говорят, что у них разные лица. Мне умиляет еще вот это. Разные лица. Хотя лица здесь отсутствуют. Но у них, в самом деле, вот иногда смотришь, один какой-то печальный, другой там задумчивый. А третий такой прям вот миленький, веселенький. Валентины делятся. У каждого ангела судьба складывается по-разному. Многие отправляются в подарок друзьям, живущим в других городах и странах. Других разбирают дети. В доме Валентины всегда много гостей. Каждый под себя еще чувствует ангела. Вот я на выбор даю порой. У нас же очень много гостей, детей. Приходит, и каждый смотрит, смотрит, смотрит. Вот, может, говорят, вот этот милый. А ребенок смотрит и говорит, нет. Вот мой вот этот. Чем объяснить, я не знаю. Накануне Дня Святого Валентина в доме кипит работа. Мастерицы хотят сделать по фигурке всем, кого знают и любят. Конечно, чтобы изготовить таких ангелочков, требуется поистине ангельское терпение и способность работать руками. Но я думаю, что в подарке все-таки главное – это внимание. Поэтому, что бы вы ни сделали своими собственными руками, ваша вторая половина будет точно очень довольна. Виктория Шаре, Константин Головин. События. Другое искусство. Советский авангард. Так в анастанной прессе называли живопись русских художников 60-х, 80-х годов прошлого века. В своем творчестве они поднимали вопросы, о которых в стране советов не то, что говорить, думать запрещалось. В Самару привезли нашумевшую выставку нонконформистов. Лариса Шалафас не смогла пропустить такое событие. Советская реальность в необычных картинах. Художники-нонконформисты показывали жизнь через непривычные образы. Так муха на листе бумаги, зажатая под стеклом, образ советского человека, скованного в жесткие рамки. Небольшая безликая фигура под душем, тема та же. Здесь художник показывает, как люди за железным занавесом, словно по тонкой струйке воды, получали информацию о другом мире. Даже отношения между полами художники-нонконформисты изображали по-особенному. Например, в этой инсталляции Адама и Ева наглядно видно – мужчина и женщина – люди с разных этажей. Этим художникам не было места в советском искусстве. Свои работы мастера творили подпольно. Они не хотели бороться с властью, а просто пытались свободно самовыражаться. Это как раз люди, которые боролись за свободу творчества, что, собственно, очень важно вообще для художника. Когда он не прогибается, когда он не ведется на какие-то чужие другие идеи, а когда он, собственно, выражает именно то, что он сам чувствует, о чем он думает, понимает. В экспозиции выставки представлено больше 40 картин и инсталляций. Увидеть выставку «Нонконформизм» как точка отсчета в галерее «Виктория» можно до начала апреля. Лариса Шлафаста, Артем Сулайманов, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самараги» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение, смотрите на экраны своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова